Здравствуйте! В этом видео мы разберем алгоритм и технику реанимации новорожденных в родильном зале. Тяжелая гипоксия в родах является основной причиной перинатальной смертности в России. Последствия ее могут привести к заболеваниям, которые существенно задерживают развитие ребенка, и заболевания сопровождают всю его жизнь. Чтобы снизить последствия гипоксии, и применяется единый алгоритм. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, до 2% доношенных детей и до 20% недоношенных детей нуждаются в первичной реанимации в родзале. Первым звеном в эффективной СЛР является постоянная готовность к ее проведению. Для этого, согласно протоколам Минздрава России, да и здравому смыслу, во всех местах, где могут произойти роды, необходимо наличие персонала, обладающего специальными навыками, и набора необходимого оборудования. Рассмотрим, что же это за оборудование. Ребенка размещают на специальном подогреваемом ненатальном столике. Для тактильной стимуляции и высушивания используют пеленки. Для аспирации содержимого используют аспиратор. Также на готове мешок амбу с лицевой маской и подключенный к источнику кислорода. Должен быть на готове ларингоскоп с различными диаметрами трубок и различными клинками. Необходимо подготовить препараты для введения и инфузионной терапии, и закрепить инфузионные растворы на штативе, подготовить пупочный катетер для постановки новорожденному. Также для физикального обследования необходим фонендоскоп. Существует множество антенатальных и интернатальных факторов риска, при которых прогнозируется сложная ситуация, требующая проведения первичной сердечно-легочной реанимации. В этом случае обязательно должна быть предупреждена бригада, ответственная за первичную реанимацию, и вызван врач-неонатолог, обладающий необходимыми навыками. Независимо от того, планируем ли мы или не планируем проведение первичной реанимации заранее, должен быть человек, который перед началом рабочей смены проверит необходимое оборудование, проверит, что оно доступно и что оно исправно. В первую очередь мы фиксируем время рождения ребенка. Далее доктору необходимо ответить для себя на 4 вопроса, определяющие дальнейшую тактику. Ребенок доношен? Чистые ли околоплодные воды? Ребенок дышит и кричит? И хороший ли мышечный тонус у ребенка? Если на все эти 4 вопроса ответ «да», то ребенка заворачивают в теплую сухую пеленку и кладут на грудь матери. Если же на один из этих вопросов или более ответ «нет», ребенка помещают на подогреваемый столик для дальнейшего обследования. Первичные реанимационные мероприятия проводятся при наличии ребенка показаний и при условии хотя бы одного признака живорождения. Это самостоятельное дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины и движение в мышцах. В случае отсутствия всех признаков живорождения ребенок считается мертворожденным. Начальное мероприятие занимает 20-30 секунд и включает в себя поддержание нормальной температуры тела, придание положения на спине, обеспечение проходимости дыхательных путей, тактильную стимуляцию. Отдельное место занимает санация ротоглотки. Для поддержания температуры и придания правильного положения ребенка размещают на реанимационном обогреваемом столике, положение на спине слегка запрокинутой головой. Далее выполняется санация ротоглотки с помощью специального баллончика или аспиратора. Аспирация необходима в случае, если в первые 10 секунд жизни не наступило самостоятельное адекватное дыхание. В любом случае аспирация проводится при наличии околоплодных водах мекония. В этом случае незамедлительно выполняется интубация трахеи и санация через нее. Далее проводится тактильная стимуляция. Она включает в себя обсушивание ребенка, которое проводится в обязательном порядке. В случае, если обсушивания недостаточно, проводятся дополнительные стимуляции с помощью растирания стоп и поглаживания по спине. Следующий этап – это проведение искусственной вентиляции легких. Показания к ИВЛ – это отсутствие дыхания, нерегулярное дыхание, судорожное типа гаспинг или ЧСС менее 100 ударов в минуту. В родильном зале ИВЛ может проводиться с помощью мешка АМБУ или аппарата ИВЛ. Вне зависимости от аппарата, вентиляция проводится через лицевую маску или интубационную трубку. Рассмотрим вариант вентиляции через лицевую маску. Вентиляция проводится с помощью комнатного воздуха без подключения кислорода. В случае низкой эффективности к мешку АМБУ можно подключить кислород. На источнике кислорода установите поток 8 литров в минуту, так вы создадите концентрацию около 40% кислорода. Оценка эффективности масочной вентиляции проводится по ЧСС. Если ЧСС меньше 60 ударов в минуту, выполняется интубация трахеи. Если 60-100 ударов в минуту, то работаем с параметрами ИВЛ и продолжаем наблюдение. Если же ЧСС больше 100 ударов в минуту, то ИВЛ продолжается маской до восстановления спонтанного дыхания. Разберем методику интубации трахеи. Интубация показана детям с подозрением на зеофрагмальной грыжи, недоношенным детям, детям, родившимся с примесью мекония в околоплодных водах, а также при неэффективной масочной ИВЛ, то есть ЧСС менее 60 ударов в минуту через 30 секунд ИВЛ. Используются клинки малого размера, а также специальные трубки малого диаметра и без манжеты. Ларингоскоп берем в левую руку, положение ребенка с немного запрокинутой головой на спине. После интубации проверяем правильность установки трубки. После этого производим фиксацию трубки или к пластыре. Следующим шагом является непрямой массаж сердца. Непрямой массаж показан при ЧСС менее 60 ударов в минуту на фоне адекватной ИВЛ, проводимой в течение 30 секунд. Компрессии стоит проводить только на фоне адекватной искусственной вентиляции легких. Реанимация проводится в соотношении 3 компрессии к 1 вдоху, то есть в минуту делается 90 компрессий и 30 вдохов. Глубина компрессии – это примерно 1 треть передне-заднего размера. Руки располагаются на середине грудной клетки. Есть две методики выполнения компрессии. Либо двумя пальцами, расположенными на нижней третьей грудины ребенка, либо с помощью больших пальцев обнимаем ребенка, так что большие пальцы находятся на нижней третьей грудины, а остальные пальцы под спиной. Начинаем СЛР. Раз, два, три, вдох. 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 Оценка эффективности СЛР проводится через 30 секунд. Для этого на 6 секунд компрессии прекращаются и проводится оценка ЧСС выслушиванием сердцебиения. Следующий шаг – это лекарственная терапия. Для этого устанавливается пупочный катетер. В реанимационных действиях используется адреналин. Показания, как его использование – это ЧСС меньше 60 ударов в минуту после 30 секунд непрямого массажа сердца на фоне адекватной ИВЛ. Используется 0,1 мл 0,1% раствора, разводимый в физиологическом растворе до 1 мл. Адреналин можно вводить через пупочный катетер, либо эндотрахиально. В случае эндотрахиального введения доза должна быть в 3 раза больше, чем доза внутривенного введения. Адреналин вводится повторно после 5 минут реанимации. Проводится инфузионная поддержка с помощью изотонического раствора натрия хлорида 10 мл на килограмм. Способ введения в вену пуповины струйно-медленно. Рекомендуемую дозу физраствора вводят не быстрее, чем за 5 минут. Обратите внимание, что дефибрилляция в данном алгоритме не используется. Теперь об окончании реанимационных мероприятий. Если через 10 минут от начала проведения СЛР в полном объеме у ребенка отсутствует сердцебиение, реанимационные мероприятия в родзале прекращаются. В остальных случаях пытаются добиться устойчивого повышения ЧСС более 100 ударов в минуту. После первичной стабилизации состояния ребенка транспортируют в палату интенсивной терапии. Итак, мы рассмотрели пошагово алгоритм действий при первичной реанимации. Сейчас посмотрим, как он выглядит в условиях одного тренинга. Обтираем. Оцениваю дыхание. Дыхания нет, аспирация. ЧСС 50, антубирую. Трубку. Есть. Проверяем. Есть. Фиксируем. Начинаем СЛР. 30 секунд. Оценка. ЧСС 100. Оцениваем дыхание. Дыхание есть. Вот и все. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Не забывайте подписываться на канал, если этого до сих пор не сделали. До свидания.